Хорошо. Кто может объяснить метод Ньютона и как он используется? А его можно использовать для решения нелинийных уравнений. Впечатляюще. Правда, я в восторге от ответа, особенно если учесть, что мой курс называется нелинейные уравнения. Ладно, пусть теперь кто-нибудь скажет мне то, чего я не знаю. Кто-нибудь? Прием, ответьте. Прием. Его Ньютон украл. Не понял. Украл. Джозеф Рафсон описал этот метод за 50 лет до него. И если начальное приближение недостаточно близко к решению, метод может не сойтись. Простите, как вас зовут? Бен, Бен Кэмпбелл. Бен. Бен Кэмпбелл утверждает, что Джозеф Рафсон первым открыл этот метод. Остается лишь предположить, что у Ньютона просто пиар-агент был покруче. И о жизни Рафсона после 1700 года мало что известно. Лишь то, что он изучал каббалу за 300 лет до Мадонны. А теперь мы дадим Бену еще шанс показать себя. Это задача из одной... ...телеигры. Так? Бен, вы участвуете в телеигре. И вам дана возможность выбрать одну дверь из трех. Ясно? За одной из дверей новый автомобиль. За двумя другими самокаты. Какую дверь выберете? Эээ... Номер один. Бен выбрал дверь номер один. Теперь ведущий, которому известно, что находится за каждой из этих дверей, решает открыть другую дверь. Например, дверь номер три. И мы видим там самокат. Дальше. Бен. Ведущий спрашивает. Бен, ваш выбор остается за дверью номер один? Итак, стоит ли вам изменить свой выбор? Да. Ого! Но ведь ему известно, где машина. Так откуда вы знаете, что он не пытается вас запутать таким психологическим ходом? Ну, меня это не волнует. В смысле, мой ответ основан на статистике. На замене переменной. На замене переменной? Это был простой вопрос. Но он все изменил. Поясните. Ну, в первый раз вероятность правильного выбора составляла 33,3%. Но после того, как он откроет одну из дверей, она составит 66,7%, если я изменю свой выбор. Поэтому я выберу дверь номер два. И поблагодарю за лишние проценты. Точно. Если вы не знаете, какую из дверей открыть, всегда принимайте в расчет замену переменной. Большинство не изменило бы свой выбор из-за паранойи, страха, эмоций. Но мистер Кэмпбелл убрал свои эмоции. И благодаря простой математике он выиграл новенький автомобиль! А на нем удобнее ездить, чем на самокате. Хорошо, господа. На сегодня все ваши работы с оценками лежат вон там. Уходя, можете забрать.